Унылая пора, а чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышная природа увядания. В Багреце в золото одетые леса. Так гений русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин описывал осень. Но для сборной эта пора совсем не унылая, а огненная. Ведь нашим парням предстоит 7 встреч за право сыграть в финальном турнире чемпионата мира 2022 в Катаре. Начинаем осеннюю часть отбора здесь, в Лужниках. Матчем против вице-чемпионов мира сборной Хорватии. Погнали! Россия! Пуля! Лучший Ливерпуля! По-моему, это новый чанк сборной России. Россия пуля лучше Ливерпуля. Каково это быть чемпионом мира, осознавать, что ты чемпион мира? Фантастическое чувство, когда твоя задача, в принципе, на спортивную, на всю спортивную карьеру выполнена. Можно выдохнуть и прямо наслаждаться моментом максимально. Понимаете? У нас есть это. Какова красота! Это самое важное. Желаю нашим футболистам удачи, успеха. У них есть все для побед. Валерий Карпин, я думаю, им поможет в этом. Как ни крути смелый тренер, она всегда дает какие-то новые свежие эмоции. Я думаю, сегодня мы увидим энергичную и смелую сборную России. Я предсказываю победу. Можете записывать, скринить там, все что угодно. Побед сборной России. Я бы организовал матч сборной России по футболу основному против матч сборной России по пляжному и их бы раздавил. А Карпин, по-моему, как раз когда-то играл в сборной России по пляжке вместе с Пицаревым. Слышно, он в хоккей играл? Карпин во все играл, мне кажется. Он на телевидении главным был, так что он нас как микрофон держать научит. Если бы у вас была возможность сейчас в нынешний состав поставить одного футболиста российского из вашего поколения, кто бы это был? Валера Карпин. Ага. А почему? Потому что он выделялся на поле. Теперь он выделяется уже на скамейке. Все закономерно. Конечно же, Валера Карпин, Саша, Мусор, Витя, Анопка, это то поколение, которое радовало всех болельщиков. Если бы сейчас Валерий Георгиевич вызвал вас в сборную, готовы были бы сыграть? Напомню, что в этом шатре мы с вами... Заменить его, да? Нет, нет, не заменить, сыграть. Вы же в прекрасной форме. Ну, я, ну, минут 15, да, мои. Ты играл в 2007 году против хорватов. Все, вы видно. Кто в том матче? В том матче участвовал также Модрич. Если бы он сейчас не сломался, он бы тоже мог играть. Тебе не кажется, что ты рано закончил карьеру? Нет, все вовремя. Все, как пусть другие молодые по тебя проявляют. Скажи, если бы сейчас Валерий Георгиевич вызвал бы, готовы бы поддержать? Нет, я лучше в Кубке Легенд поиграю. Ну, минут на пять, нет? Ну, не испортил бы точно. Под премки. Нет, в сборную только за страну играют, без премок. Спасибо. Ребята, привет. Привет. Здрасте. Откуда вы? Из Москвы. Москвичи, за кого болеете? За Россию. За Россию. Красавцы. А вы сегодня ходили на 1 сентября в школу? Да, ходили, конечно. И как вам? Вы вообще ждали школу, соскучились? Да. Да. Ты не соскучился? Почему? Ну, потому что там скучно. Не любишь учиться? Не люблю. Ты футболист? Да. Оно и понятно. Скажи мне, ты маленький, приходишь на линейку 1 сентября, и тебе говорят, у тебя появился новый урок, урок футбола. Твоя реакция? Я был счастлив, потому что у меня этого не было, к сожалению. Знаешь, как родители меня отправили в кадетский корпус? Мне сказали, там будет каждый день футбол. Меня обманули, но через год после того, как я туда поступил, снесли футбольное поле, поставили теннисный корт. Это крутая вещь, ее мало кто замечает, то, что с сегодняшнего дня в 150 школах запущен урок футбола как обязательный. И, как я понимаю, со следующего года будет еще больше. В 8 регионах это на самом деле важные вещи. У нас в футбике очень много плохого, но вот есть такие маленькие хорошие шаги, которые потом реально дадут нашей сборной сыграть вот на этом стадионе стопами и их выносить. Ладно, спасибо большое. Удачи сборной. Валера, верим. Раз, два, три. Россия! Россия! Вот у нас и поддержка. Спасибо, ребята. Красавцы. Все восхищаются вашим вот этим знаменитым Дехеа. А может быть, нараспев также попробуем кого-то из сборной России сделать? Джекиа! Давайте вместе. Да. Раз, два, три. Джекиа! Я думаю, идеально было. Теперь можно использовать комментарии. Я думаю, что энергетика Карпина, она схожа и хулиганство Валерия Георгиевича, его такая честность, справедливость, характер, вот это вот все, вот рубит правду матку. Это здорово. И вот, конечно, его энергетика очень схожа со Стрельцовым, насколько я его прочувствовал и понял. В последний раз я был на Лужниках, когда наши играли с испанцами и выиграли по пенальти. Я думаю, что здесь болельщики, которые сегодня, здесь очень многие были на испанцах и помнят эту великую победу русской сборной. Вот, что хочется сказать? Ну, атмосфера крутая. Вот, 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 вот. Какая классная у тебя балалайка, где струны потерял? Ну, на чемпионате мира по пляжному футболу. А что играл на ней? Конечно, мы поддерживали наших пляжников на каждом матче. Как тебе атмосфера на матче, на фанатской трибуне? Ну, вы сами видите все. Вы сами все видите, как парни зажигают. Вперед, Россия! Вперед, Россия! Держи, показывай, показывай, как нужно. Побеждать! 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 Сейчас нужно зарядить. Русь! 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 Победа сегодня, ну, на пол, не крути. Давай, печатку, стрелоток, все не логом. Вперед, Россия! Быстро, бой! Вперед, Россия! Выстро, бой! Вперед, Россия! Выстро, бой! Вперед, Россия! Это невероятные эмоции. Просто зарядить целую трибуну. Это просто что-то крутое, невероятное. Обязательно приходите все на матчи и болейте, поддерживайте нашу сборную. Если не футбол, то эмоции от того, как вы поддерживаете их. Они вас зарядят не только на неделю, на год. Просто невероятно. Но очень круто, спасибо большое. Вы невероятные, вы очень крутые, ребята, спасибо. Спасибо. Обязательно приду еще к вам на фанатку. Вы прям очень крутые. Спасибо. Скажи мне, пожалуйста, как тебе вообще атмосфера на матче? Играют при болельщиках? Сейчас могут забить. Офсайд был. Не, классно, классно. Я, кстати, ожидала то, что намного меньше народа будет. Ждешь такое на женской сборной? Конечно, очень сильно жду. Но я думаю, не скоро. Но жду. Как тебе пара ЦАПов, Головин, Миранчук? Прекрасно. Я очень ждала эту пару, кстати. Хорошо, давай, смотри, у нас осталось, если брать этот матч, 7 матчей до выхода. Заряди парней тоже, пожелаем чего-нибудь хорошего. Ну, я потом же опять, скорее всего, от руки сниму. Давай, хорошо, может быть, болельщикам нашим. Позови их на следующий матч сборной. Конечно, приходите на следующий матч с Мальты, если не ошибаюсь. Болейте также. Надеюсь, то, что разрешат еще больше человек. Вот, нам победы. Вообще, про женскую сборную. А, про женскую. Женскую обязательно приходите, смотрите на наших прекрасных игроков. Вон, посмотрите. И там вся, получается, весь ряд наш. Вот. Так что прекрасные девушки, покажем достойную игру, я уверена. Вот, приходите, болейте, будем рады. Спасибо тебе большое, ждем тебя скорейшего возвращения. Пожалуйста, пожалуйста, возвращайся. Первый матч при Валерии Карпине. Как тебе вообще эмоции от атмосферы на трибунах и от самого матч? Классно, что трибуны заполнены в какой-то степени, потому что хочется, чтобы болельщики вернулись на трибуны. Хочется, чтобы сегодня было полные лужники. Я думаю, что парням чуть-чуть не хватало вот этого. Рад за новичков сборной, которые показали себя достаточно достойно, на мой взгляд. Вот, Арсену можно вообще хорошую оценку поставить за матч. Вот. Желаю в дальнейшем пацанам победы, тренерскому составу найти решение. Валерия Георгиевича поддерживают двумя руками. Ну и хочется побед. Очень серьезный ответ, просто максимальный. Давай чуть-чуть разбавим. Смотри, недавно вышла песня «Золотой актив». Ну как, уже недавно. Скажи, Валера Верим уже начал записывать? Не, не начал записывать Валера Верим. Хочется верить, что Валерий Георгиевич не позволит себе подобных высказываний. И таких песен не будет появляться. А в качестве поддержки, ну, я присутствую и срываю голос. Мне кажется, это самое главное. Что ж, в первом матче при Валерии Георгиевича Карпине голов забито не было. Зато на трибунах в Лужниках была потрясающая атмосфера, которую создали болельщики. Следующий домашний матч мы проведем 7 сентября против Мальты на стадионе «Спартак». Приходите и поддержите команду. Верим.